Бургас – необыкновенно зеленый и солнечный город. Здесь почти не бывает нелетной погоды, так как количество солнечных дней доходит до 27 в месяц. Название города происходит от латинского «бургас», что значит «башня». Считается, что, на месте порта когда-то находилась римская башня, указывающая дорогу. Бургас активно живет и развивается. Когда-то его население составляло всего 3000 человек, сегодня же оно выросло до 200 тысяч. Жители по праву могут гордиться своим городом В 2010 году Бургас был признан лучшим городом для проживания в Болгарии. Начнем нашу прогулку с посещения морского парка. Это излюбленное место отдыха горожан. Парк тянется вдоль моря почти на 8 километров. От жаркого солнца вас спасет обилие зелени, а морским видом можно полюбоваться с набережной. Парк – это не только огромный зеленый массив. Здесь собраны памятники известным людям и произведения современных скульпторов. Время морском парке летит незаметно, легко можно провести несколько часов за неспешной прогулкой и приятной беседой. В парке представлены произведения современных скульпторов. А если вам хочется пройтись по магазинам или посидеть в кафе, то ноги сами выведут вас на пешеходную Александровскую улицу. Наверное, нет лучшего способа узнать о жизни в другой стране, чем наблюдать за его жителями. Один раз мы зашли в уличное кафе, чтобы перекусить и отдохнуть. Рядом с нами за большим столом очень быстро организовалась компания из старушек, которые ели жареную рыбу, запивая ее пивом. Они смеялись, пели песни и снова пили пиво. Для нас же это был заряд позитива на весь оставшийся день. И до сих пор мы с удовольствием вспоминаем веселых бабулек из кафе. Александровская улица славится своими скульптурами, фонтанами, необычными сооружениями, такими как пуп города. Любознательные туристы обязательно заглянут в этнографический музей, где собрана огромная коллекция предметов обихода, одежды, орудий труда. Мне, как бешеной рукодельнице, особенно интересна была одежда. Крой, отделка, ткани, все это я всегда разглядываю с особым пристрастием. В музее показана и детская одежда, пеленки, распашонки, платьица. Имеются в экспозиции и различные украшения. Можно представить, как выглядели модницы в XIX веке. В самом центре города находится церковь Све. Кирилла и Мефодия. Как ясно из названия храм назван в честь создателей славянской письменности. Храм строили с 1895 по 1907 годы. Как снаружи, так и изнутри храм великолепен. Туда можно войти совершенно бесплатно, чтобы полюбоваться изумительным убранством храма. Если есть возможность, то посетите оперный театр в Бургасе. Оперный театр совершенно неотделим от бурлящей культурной жизни города. Фестивали, концерты, спектакли под открытым небом, все это порадует даже самого искушанного зрителя. Бургас – гостеприимный город, пропитанный соленым морским воздухом, запахом цветущих лип, свежей рыбы и кофе. Город, залитый солнцем и утопающий в зелени. Город, где на душе легко и спокойно. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.